Здравствуйте! Вы смотрите Лицкое телевидение. В эфире информационная программа события. С новостями региона вас знакомит Анна Войтулевич. Об основных темах выпуска в анонсе. Надругательство над государственной символикой. По такой статье будут судить двух личан. В Новый год с изделиями от стеклозавода «Неман». Березовские стеклодувы не разочаруют новогодней сувенирной продукцией. Экодизайн доступен для всех. В Лиде работает творческая мастерская для людей с ограниченными возможностями. Центрозбирком Беларуси начал готовиться к референдуму по Конституции. Об этом заявила в интервью агентству «Спутник» председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина. Глава ЦИК уже направила в Минфин запрос о выделении средств на республиканский референдум. Их планируется выделить меньше, чем на президентские или парламентские выборы, так как избирательные комиссии будут работать в три раза меньше. Лидия Ермошина отметила, дату референдума обозначит президент. Это входит в его полномочия. Оглашена она должна быть за 30 дней до основного дня голосования. Бюллетени на предстоящий референдум будет заказывать и печатать Центр избирком. Предполагается, что в них будет один вопрос. Одобряете ли вы внесение изменений в Конституцию, на которые можно будет ответить «да» или «нет». Как и на всех выборах, белорусы на референдуме смогут отдать свой голос не только в основной день, но и досрочно. Дело передано в суд. В августе этого года двое личан 36 и 18 лет сорвали государственный флаг с одного из магазинов в городе и фотографировались с ним в непристойном виде и даже снимали видео. Совершившее это преступление установлены. Уголовное дело находилось в производстве Лицкого районного отдела Следственного комитета. После изучения его материалов прокурор пришел к выводу об обоснованности предъявленного обвинения по статье 370 Уголовного кодекса Беларуси «Надругательство над государственной символикой» и «Направление дела в суд». 16 августа двое нетрезвых молодых людей 36-18 лет надругались над государственным флагом. В частности, один из них залез на крышу магазина «Подздам» по улице Летная, где вырвал флаг, повредив флагшток, после чего, спустившись вниз, вместе со своим другом производили видеозапись и фотосъемку с данным флагом в неприличном виде. Кроме того, после этого бросали неоднократно флаг на землю, на кустарник, в последующем забрали этот флаг и выбросили его из окна одного из общежитий, что повлекло его по итогу утери. По изучению уголовного дела прокуратура Литского района согласилась с решением Литского районного следственного комитета о направлении уголовного дела в суд. Направил его в суд, обвиняемые заключены под стражу и до суда будут находиться в местах заключения. По данной статье 370 Уголовного кодекса им грозит наказание либо в виде штрафа, либо в виде ареста, либо в виде ограничения свободы до трех лет, либо лишения свободы до трех лет. Наказание будет избирать суд. В этом году по 370-й статье Уголовного кодекса «Надругательство над государственной символикой» в Лиде уже осужден один местный житель. Он получил наказание в виде трех месяцев ареста. О кадровых назначениях в регионе. Литский межотраслевой районный центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций и государственных органов 1 ноября возглавила Оксана Морозова. До этого она работала на разных должностях в финансовом управлении Литского райисполкома. Последние три года была главным специалистом отдела доходов бюджета и финансов производственной сферы. Новый руководитель и у комбината школьного питания в Лиде. На должность директора назначена Наталья Малец, которая с октября 2020 года исполняла обязанности директора этого предприятия. До того с 2015 года работала юрисконсультом комбината школьного питания. Продолжаем выпуск. Готовься они летом, а сувениры к Новому году осенью. Так считают мастера березовского стеклозавода Неман. Больше месяца они уже работают над различного рода изделиями из стекла, которые в преддверии новогодних праздников станут отличным подарком для родных и друзей и украшением любого дома. Деды Морозы и снегурочки, снеговики и елочки, тигровые прижимы для бумаги. И, конечно же, символ наступающего года – тигр, различный по форме и размеру. Все это сегодня на березовском стеклозаводе Неман в производстве. В среднем за сутки на предприятии изготавливается порядка 100 единиц подобных сувенирных изделий. Всего же к Новому году их планируется выпустить около 500 штук каждого наименования. Товар, который выпускается не ежегодно, а все-таки в преддверии Нового года, так как следующий год тигра, мы планируем, просчитываем необходимое количество, анализируем и сравниваем с продажами прошлых лет и стараемся, чтобы продукцию произвести максимально так, чтобы можно было бы его продать, чтобы она не залеживалась и не оставалась на складских запасах. Так как, скажем так, продукция к Новому году только начинает производиться и поставляться в торговые объекты, дальше с продажами будем анализировать и смотреть, насколько она востребована, насколько она необходима, соответственно, в зависимости от этого будем или же увеличивать объемы производства, ну или же, скажем так, останемся на тех же, которые будут есть на сегодняшний день. На выпуске новогодней продукции на стеклозаводе задействованы 4 бригады. Каждая из них за смену изготавливает порядка 25 единиц изделий. Работы березовских мастеров без лишней скромности можно назвать ручными, ведь производятся они не на линии. Чтобы сделать, к примеру, одного тигра, бригаде из трех человек нужно не менее 15 минут. Сразу наборщик набирает необходимый объем стекломассы для конкретной детали, разогревает его и укатывает. Затем выдувальщик придает форму детали. Завершает процесс отделщик, он же мастер, который соединяет все детали и формирует изделие. Это длительный процесс. Раззаготовка, туловище будем делать, потом голову, ножки. Все это последовательно. Как пластелина будем клеить. Новогодняя сувенирная продукция от березовского стеклозавода Неман появится на полках его фирменных магазинов и крупных торговых объектов Беларуси уже в ноябре. Будет возможность приобрести к празднику различные изделия из березовки и у жителей ближнего и дальнего зарубежья. В 2021 году рынки сбыта значительно расширились. Мы осуществили поставку продукции в Великобританию, в Болгарию, в Египет. Заключен договор, планируем также отгружать продукцию в Монголию. С расширением рынков сбыта значительно увеличилась и изменилась коллекция производимой продукции. Новые виды изделий с новыми разделками наши покупатели могут посмотреть и привезти в наших фирменных магазинах. Это рюмки, бокалы, фужеры. Так как это идет поставка в Египет, Болгарию, то, скажем, восточная тематика, она присутствует. Это нарезка, это отделка золота и это добавление другого орнамента, скажем так. Данная, конечно, продукция, она отличается, потому что наш покупатель, он предпочитает все-таки не такое огромное количество большое золото, которое любят восточные, скажем так, люди, которое им очень нравится. До Нового года остается меньше двух месяцев, а это значит, пришло время задуматься о подарках. Конечно, кто-то предпочтет дорогостоящее, но если подумать, то и сувенир может принести не меньше положительных эмоций, если он подарен близким человеком. В Лиде работает творческая мастерская для людей с инвалидностью. Возможность открыть мастерскую «Экодизайн» в отделении дневного пребывания для инвалидов у районного территориального центра социального обслуживания населения появилась благодаря гуманитарному проекту Гродненской областной организации Белорусского товарищества инвалидов по зрению и Департамента США. Стартовал он в марте. Создание творческой мастерской для людей с ограниченными возможностями стало первым его шагом. Сейчас реализуется практическая часть проекта. Гуманитарный проект Гродненской областной организации Белорусского товарищества инвалидов по зрению и Департамента США нацелен на решение экологических проблем и одновременно дает возможность людям с инвалидностью раскрыть и развить свои творческие способности. Одним словом, он совмещает экологию и творчество. А если учесть, что столетия назад наши предки использовали для окрашивания тканей природные материалы, то можно сюда добавить еще и традиции. Площадкой для реализации гуманитарного проекта на Литчине стал районный территориальный центр социального обслуживания населения. У нас очень много людей живет, которые очень чувствительны к синтетическим красителям, к искусственным красителям, поэтому им требуется натуральное. И наш проект «Экодизайн» он все это рассматривает, но он приспособлен для людей с инвалидностью. Люди с инвалидностью – это уже есть проблема какая-то, и не всегда им можно работать синтетикой. А вот то, что природное и то, что доступно, и это можно использовать, это очень хорошо, потому что наравне с тем, что мы собирали материал, мы же и проводили по ходу экскурсии, то есть все шло правильно, мы и отдыхали, и в то же время готовились, что будем что-то производить. Дальше, когда это все выполняется, оно доступно им. И видя результат своей работы, это, наверное, самое главное, что они видят, что у них получилось. И говорю, когда принт этот разворачивают, смотрят, что все – ах, и дальше хочется работать. Кто-то что-то предлагает, а давайте сделаем так. Даже мы иногда у них чему-то учимся. Под проект «Экодизайн» в отделении дневного пребывания для инвалидов в Лиде, так как в гуманитарном проекте участвуют его посетители и посетители такого же отделения в Березовке, были специально оборудованы кабинеты. Они находятся в новом здании районного территориального центра социального обслуживания населения на улице Варшавской. Здесь в одном кабинете окрашиваются ткани, используя натуральные красители, которые есть в природе – листья, травы, цветы и корни. Процедура эта довольно сложная. Ткань нужно обработать определенным составом, разложить на ней то, что выступает в роли красителя, закрыть пленкой и поставить вариться на 3-4 часа. В итоге получается эко-принт. Во втором кабинете из эко-ткани участники проекта занимаются пошивом изделий – сумок, салфеток, аппликаций на одежду. Проект нравится, потому что мне понравилось шить. Я научилась шить со школы. И мне нравится краить, шить и разложить листики. И в итоге хочу посмотреть, что получится. Я краю, мне нравится. Люблю украшивать листьями, на ткань ложить, как варат. С этого проекта я почерпнул много чего-то полезного. Познакомился с материалами натуральными по окрашиванию, по окрашиванию. Международный гуманитарный проект рассчитан на 12 месяцев. Завершить работу планируется в марте 2022 года. К окончанию проекта у нас в планах провести дефиле «Эко-мода». И оно будет проведено. Также мы проведем благотворительную ярмарку «Жизнь в стиле эко». И надеемся, что среди участников проекта, а мы уже сейчас видим, есть очень творческие люди. Они будут самореализовываться и, возможно, займутся предпринимательством, так как это все очень актуально в наши дни. Частью международного гуманитарного проекта Гродненской областной организации, Белорусского товарищества инвалидов по зрению и Департамента США стал экологический флешмоб «Маленькие дела для большой идеи». Участие в нем приняли члены Лицкой районной организации, Белорусского товарищества инвалидов по зрению, посетители отделений дневного пребывания для инвалидов Лиды и Березовки и учащиеся 13-й школы. Участники показали театрализованную постановку и веселые танцы. В течение всего мероприятия зрителям вручали буклеты и изделия, созданные людьми с ограниченными возможностями в творческой мастерской «Экодизайн». Впервые принимаю участие в экологическом флешмобе. Очень хорошая идея. Здорово, что такие мероприятия привлекают внимание большого количества людей к проблеме экологии и красоты родного края. А еще это помогает ощутить атмосферу общности и интересов и познакомиться с единомышленниками. Спасибо всем большое организаторам. Пока участники трудятся над проектом и создают красивые вещи и образы, но скоро они пригласят на дефиле «Эко-мода», где покажут свои экологические работы и проведут благотворительную ярмарку «Жизнь в стиле эко». Сухим и теплым выдался октябрь в этом году. После резкого похолодания в сентябре второй осенний месяц порадовал хорошими деньками, установившимися благодаря пришедшим антициклонам. Несмотря на то, что первые две декады среднедекадные температуры были в пределах нормы и на 1 градус ниже нормы, но третья декада все это перекрыла, так как она была выше нормы на целых 3 градуса. В результате среднемесячная температура октябрьская оказалась выше нормы на 1 градус. Если говорить о суточных нормах, то они находились в пределах на 4 градуса ниже нормы и до плюс 7 градусов выше нормы, но преимущественно находились в пределах от минус 3 до плюс 3 выше среднесуточных норм. По абсолютным температурам. Максимальная температура у нас была 3 октября, почти 17 градусов. Абсолютный рекорд за всю историю наблюдения, это было 25 градусов в октябре у нас. Минимальная температура 10 октября была отрицательной, минус 2,1 градуса. Рекорд был установлен в 1956 году, минус 15,2 градуса. Если говорить о среднесуточных температурах, то у нас самый теплый день был 21 октября. Это был установлен рекорд максимальной среднесуточной температуры 12,8 градусов. До этого было в 2019 году примерно такая же, плюс 12,6. Самый холодный у нас день был 25 октября. Температура среднесуточная была плюс 2,9 градуса. Если у нас говорить по осадкам, то выпала всего лишь треть нормы. В прошлом октябре выпала четверть. Ветер у нас был в основном юго-восточной четверти. 11 дней скорость ветра составляла 10 метров в секунду и более. Из них 3 дня превышала 15 метров в секунду. Максимальная скорость была зафиксирована 22 октября и составила 20 метров в секунду. То есть больше 70 километров в час. В отличие от прошлогоднего октября, у нас были зафиксированы отрицательные температуры. 13 дней из 31 у нас наблюдались заморозки. На поверхности почвы и воздухе температура опускалась до минус 2 градусов, а на высоте 2 сантиметров, такие наблюдения тоже проводятся в теплый период года, температура была зафиксирована до минус 6 градусов. Туман был всего лишь один день, несмотря на то, что осень должна быть туманной. В прошлый октябрь было 7 дней с туманом. А вот гололед был зафиксирован также. 13 числа. И туман, и гололед. Один день. Повторюсь, в прошлом октябре ни гололеда, ни отрицательных температур зафиксировано не было. Первый ноябрьский день в Лиде был почти на 2 градуса холоднее по сравнению с последним днем октября. Несмотря на это, в понедельник среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму более чем на 2,5 градуса. Максимально днем температура поднималась почти до плюс 13 градусов. Сегодня температура воздуха не превысила 9 градусов. Однако температурные прогнозы синоптиков на первую декаду месяца вселяют надежду, что мерзнуть на улице пока не будем. Сегодня у нас достаточно прохладно. Синоптики белогидрометов прогнозируют первую декаду ноябрьскую на 4 градуса выше нормы. Норма для Лиды чуть более 3 градусов. А на весь ноябрь синоптики прогнозируют выше нормы на 1-2 градуса. Для Лиды норма ноябрьская 1,5 градуса. Хотелось бы, чтобы синоптики не ошиблись и своих прогнозов оказались верны. Чтобы у нас первая декада действительно была выше нормы на 4 градуса. До конца этой недели по Гродненской области в дневные часы будет от 6 до 14 градусов выше нуля. Достаточно теплыми будут и ночи. Ожидается от плюс 1 до плюс 7-8. А в ночь на пятницу может быть и до плюс 11. И только воскресной ночью стоит ждать небольшой минус при прояснениях. Что касается осадков, то кратковременные дожди прогнозируются на этой неделе во все дни, кроме воскресенья. И это была последняя информация выпуска. Тепла в ваши сердца и в ваши дома. Пусть прохлада будет только на улице. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова